Старейшая газета не только Самары и области, но и России в целом. Уже больше столетия здесь самые актуальные темы. Сменилось уже сумасшедшее количество поколений журналистов. Чем сегодня живет газета? Посмотрим внутри. Или может пойдем дальше и зайдем в редакцию? Все-таки, что ни говори, одно из главных качеств журналиста – это оптимизм. Хм, не такая уж она и скрытая, эта камера. Ну что, пойдемте дальше. Фух, хорошо, что мы не в швейцарском городке Шпиц. Ура! 125 ступенек вверх, и мы в редакции газеты с богатой историей. Созданное в начале 19 века, издание стало колыбелью творчества для многих русских писателей. С февраля по декабрь 1894 года в газете работал Евгений Чириков. Здесь он печатал небольшие рассказы, филетоны и очерки русской жизни. Подписывался, как Евгений Валин. В этих жанрах он был предшественником Горького, работа которого, как журналиста, начиналась именно в Самарской газете. Сейчас на страницах газеты можно увидеть имя Яны Емелиной. О такой работе Яна мечтала с детства. Рассказывает, как только закончила вуз, сразу же пришла в эти стены. И вот, пишет тексты уже больше 10 лет. Я очень горда работать в издании с богатой историей. Это не просто газета, это газета со своими традициями, со своим опытом. С ней очень многое связано, в принципе, для горожан. Тираж газеты более 7 тысяч экземпляров. В ней печатают самые актуальные новости из жизни города, рассказы о героических жителях. Слышать людей, писать для них и о них. Вот основные три кита, на которых издание держится и не теряет своей востребованности долгие годы. Работа редакции, к примеру, в 90-х принципиально отличается от современной. Тогда журналисты писали свои тексты от руки, издавали на проверку редактора. Далее попадало к машинисткам. Они набирали текст на печатной машинке, после чего отдавали его в дом печати. Сегодня же главным инструментом и помощником современного журналиста является смартфон. Времена диктуют свои правила. У газеты есть страницы в социальных сетях и сайт. Однако аудитория везде своя. Газета, она чем выгодно отличается от электронных источников, тем, что работа совсем другая. Это верстка определенная, это дизайн. Многие читают со смартфона, с планшетов, а это совсем другой уровень контакта с информацией. В тропях, ожидая общественный транспорт или где-то между какими-то парами. А газету надо взять, открыть, прочитать. Это своего рода какая-то традиция. Самарская газета выходит в понедельник, среду и субботу. Накануне делается верстка, и это самое горячее время, когда команда может даже провести на работе ночь, чтобы в запланированное время в руках у самарцев оказался свежий выпуск издания. Мария Левина, Николай Сидоров. События.